В числе награждаемых мастера спорта, художники, артисты, писатели. Всего порядка 20 человек. Премии и дипломы они получили лично из рук Александра Ткачева. По словам главы региона, сегодня одна из приоритетных задач краевых властей – создать все условия для полноценной жизни инвалидов. На улицах кубанских городов тактильной плиткой выкладывают тротуары, а в магазинах и соцобъектах устанавливают поручни и пандусы. Один из главных примеров безбарьерной среды Олимпийской Сочи. Новые подходы нашел край и в работе по усыновлению детей инвалидов. Сегодня в семьях живут уже более тысячи таких ребят. Но есть и те, кто пока еще ждет своих родителей. Их у нас в крае 605 человек. И каждый нуждается естественно в любви, заботе. Наша задача сделать так, чтобы для каждого из этих ребят нашлась семья. Для этого в крае выплачивается единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей семьям, которые усыновили ребенка-инвалида. Кроме того, с января 2015 года усыновители детей-инвалидов будут получать ежемесячно 15 тысяч рублей. Помимо этого, людям с ограниченными возможностями здоровья компенсируют выплаты за услуги ЖКХ. А для трудоустройства этой категории жителей разработали специальную краевую программу. Она стимулирует работодателей официально оформлять к себе на предприятия инвалидов. Так, благодаря ей за последний год рабочее место обрели полтысячи человек.